наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте его здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели буквально перед вами нас была программа в которой принимал участие член сполкома всемирной сионистской организации давайте расскажите нам чем запомнится нам айпек 2019 года поскольку ну может быть кто не знает расскажет что такое айпек хотя я сомневаюсь что наши радиослушатели не знают этого но поскольку мы теперь глобально в ютюбе на весь мир может быть кто-то не знает что такое айпек да эта тема всегда интересная и сегодня про израиль будем говорить много что на мой взгляд хорошо в связи с соединенными штатами и с еще одной страной я привычно благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и айпек ну да мы рассказываем на самом деле каждый год про эту конференцию но так как часть аудитории расширяется то напомню то что может кто-то уже и знает ну а кто-то услышит впервые айпек это организация american israel public affairs комитет она действует уже очень и очень давно и проводит ежегодно конференции на которых присутствуют представители соединенных штатов израиля иногда и некоторых других стран и подразумевается что смысл этой конференции в том чтобы обозначить двухпартийную поддержку израиля и американо-израильские отношения по обеим ведущим партиям но как уже наверняка не раз слышали это вот крыло демократическое но в последнее время если не совсем отвалилась то пребывает не в лучшем виде и дело тут не в израиле а в демократах поскольку нам рассказывает та же самая амар что этот самый айпек чуть ли не всех купил и да все дело в бенджаминах к чему мы сегодня вернемся и скажем если регулярно на айпек старались выступать кандидат в президенты то вот потенциальных кандидатов от демпартии ну например может я кого-то упустил но по-моему не было в этом году вообще но не сказать чтобы не было демократов нет демократы все же из эстеблишмента присутствовали была пелоси был шумер деблазио даже был хойер глава напомню демократов в палате представителей и в общем и целом большая часть их выступлений была такая как бы это сказать ну может я конечно же преувеличиваю и смотрю как человек предвзятый но у меня сложилось впечатление что они уж очень старались оправдаться и заверить что нет ничего не изменилось что демократы по-прежнему такая сила которые дружат с израилем что против антисемитизма и так далее там подобное но при этом из случае амара и той же самой акасио кортес да и некоторые высказывания сандерса вполне себе антиизраильский они как-то старались обходить вниманием ну и шумер там припомнил что как какие-то его инициативы было дело стопорил республиканец неназванный им и что вот на он не хочет делать выводов в адрес республиканской партии ну мол не надо делать таких же выводов в адрес партии демократической что прям скажем было не очень потому что когда там какой-то один сенатор а тут весьма масштабная поддержка антисемитки амара что мы все знаем более-менее разумный на общем фоне демократов выглядела разве кирстен синема но она при всем при том что по нашим меркам конечно же вполне себе либералка и вполне себе левая еще и состоит блюдо колишен то есть то что называется к консервативные демократы с большой натяжкой но синема она по крайней мере действительно про свое время выступала и против иранской сделки и при всем при том что я ни с какой стороны не ее поклонник но ее присутствие на конференции было по крайней мере более-менее оправданным то есть мы видим что этот демократический истеблишмент он пытается угодить и тем и тем то есть отказывается от осуждения антисемита в своих рядах но на подобных серьезных мероприятиях вроде как бьет себя в грудь и в лице ветеранов и вроде бы внешне ведущих персонажей наподобие пелоси или шумера клянется в любви к израилю но как-то все это только на словах и если представители этого блюдо колишен еще что-то могут действительно продемонстрировать то не факт что учитывая что и сама это коалиция левеет все больше и больше но не факт что они такими останутся в будущем у республиканцев позиция была гораздо более весомая и делая здесь вот тут точно не в моих симпатиях к республиканской партии консервативному движению но если действительно пенс вице-президент который выступал на конференции перечислил достижение соединенных штатов как во внутренней политике так и во внешней и указал на действительно укрепившиеся связи с израилем в последнее время по абсолютно всем направлениям и по военным и по тому что вот только что например наконец-то было признано то что все мы и так давным-давно знали а именно что голланды должны принадлежать израилю и посольство в иерусалиме и вот то что пенс давным-давно еще до своей нынешнего своего нынешнего высокого поста будучи не евреем выступал всегда против антисемитизма это действительно так и он не называя правды имени помянул недобрым словом начинающую демократку которая позволила себе антисемитские высказывания но за что ему тоже спасибо на прямую конфронтацию вроде бы не пошел но тем не менее речь свою построил так как она и должна была быть пока указал на достижение администрации нынешней республиканской в связи с израилем но и антисемитизм тоже отметил а макконнелл лидеры республиканцев в сенате тоже отметился речью хороший и перечислив все отметив опять же необходимую связь духовную и религиозную какую хотите соединенных штатов израиля он тоже отметил важную вещь о которой мы с вами не раз говорили обсуждали а именно что антисемитизм на сегодняшний день становится выходит на лидирующие позиции в левом движении и хотя это то что на чего многие отмахиваются а именно говорят что ну подумаешь какие-то совсем отщепенцы левые но что со временем левые отщепенцы левые маргиналы какие угодно русские не русские слова используйте они определяют повестку дня и становятся лидерами левого движения и таким образом если антисемитизм сегодня его не придушить вовремя а здесь я думаю вполне характерные вполне разумные такие жесткие термины пусть макконнелл говорил естественно более дипломатично то левые ну они всегда были склонны к антисемитизму а в ближайшем будущем могут стать уже совсем антисемитским движением поэтому макконнелла тоже я конечно же отмечу но лучшей речью с американской стороны была речь помпео да и он тоже отметил достижение администрации естественно госсекретарь но что было важно для меня в его выступлении то что помпео например указал на первых вспомнил и героизме израильтян сражавшихся на голландах против агрессии и вспомнил о долгой традиции когда америка старается и приходит на помощь израилю в нужный момент и что так должно быть так было и так будет и есть и будет еще очень долго хочется верить но пока америкой правят разумные люди я надеюсь они будут ей править указал он на это вспомнил он о том как во время войны в венгрии например христиане спасали евреев говоря что именно так и должны поступать настоящие христиане и тоже помпео отметил проблему антисемитизма и указал три по его мнению важнейших направлений это прежде всего то что люди уже забывают что такое холокост некоторые даже хотят это забыть то что в университетах все больше и больше нагнетается левая истерия и левое восприятие реальности и израиль живописуется как воплощение империализма что конечно же неверно но рисуется именно так и что журналисты слишком падки охочи и так далее и тому подобное до каких-то эмоциональных историй жареных фактов пресловутых фейк-ньюс и поэтому готовы представлять израиль в худшем его варианте и таким образом мы действительно получаем то что мы получаем а именно антисемитизм который исходит уже из системы образования и средств массовой информации и он может называться совершенно разными словами о чем чуть позже к чему я еще вернусь но остается антисемитизм то есть я полагаю что из тех кто выступал на на айпек с американской стороны речь помпео была пожалуй самая лучшая из израильтян были премьер нетаньяху и посол дермер но были и другие естественно не вам про все речи не могу рассказать а говорю только те которые запомнились лично мне нетаньяху ну у него была речь такая более информативно где он снова опять обозначил то что важность перехода уже официального галан под контроль израиля признание со стороны соединенных штатов и конечно же его была замечательная шутка и очередной укол в адрес демократов и амар вы помните она там сказала что все дело в бенджаминах имея ввиду 100 долларовые купюры но нетаньяху чьи имя как вы помните по-английски произносится как бенджамин сказал что дело совсем не в бенджаминах поверьте бенджамину но вроде шутка не сказать что больше не заощренная но мне она очень понравилась и главное очень точная так что нетаньяху молодец выступил коротко но по делу и был очень хороший он дермер посол израиля в соединенных штатах человек вообще близкий американским консерватором за что его очень не любят американские левые да да орен был все таки такой более наверное компромиссный если мы говорим о послах за последнее время дермер действительно более консервативный так вот дермер он отметил что и напомнил к чему привела иранская сделка ни к чему хорошему и отметил что на сегодняшний день взаимодействие американского экономического давления и израильской армии помогает тому что в регионе хоть какой-то достигается хоть какая-то стабильность и кроме того действительно подчеркнул что в последнее время глядя на то что делает иран и что происходит например в сирии все больше и больше арабских стран склонны видеть в израиле может стиснув зубы скрипя сердце и проделав остальные подобные манипуляции со своими чувствами эмоциями но тем не менее они видят в израиле действительно союзника и готовы сотрудничать и для меня же пожалуй самым любимым эпизодом выступление дермера а там была даже не речь его а такой диалог с модератором когда речь зашла вот и пресловутом биде с движений то есть бойкот израиля когда дермер заметил что тем странам которые это это самое движение поддерживает им стоит задуматься о том что произойдет если израиль на них серьезно обидится и сам начнут их бойкотировать потому что они лишатся огромного количества лекарств они лишатся огромного количества каких-то услуг и удобств связанных с новейшими технологиями самыми разными и действительно если израиль выключит себя из отношений с целым рядом обнаглевших стран скажем в европе и тому подобное то он скорее всего ничего не проиграет потому что есть америка есть другие страны в той же азии индия например где заинтересованы в укреплении контактов с израилем а вот страны европейские страны которые бьют себя опять-таки в грудь но уже стремясь поддерживать несуществующие палестину им будет плохо и за это дермеру большое спасибо а и еще одно мероприятие которое я бы отметил она вроде бы но его как бы причисляют к тому что проходило в рамках конференции но официально она была вне основной части так как тема она все таки опасная и айпек организация достойная но в ряде случаев они острых углов избегают а это была тоже такая конференция встреча как угодно ее называйте посвященная проблеме иудеи и самарии дело в том что ну в силу того что с голландами уже ситуация в штатах по крайней мере разрешилась но вот теперь надо бы решать конечно и вопрос с другими землями чей контроль израильский принадлежность израилю для меня и для многих для всех разумных людей бесспорно но мировое сообщество пресловутые по-прежнему прячется за каким-то странным мягко говоря определением западный берег и все что с этим связано и здесь я отмечу тоже человека которого упоминаю часто он правда не американец и не израильтянин а британец это ричард кемп помните я про него говорил человек служивший в армии в разведке и и личность выдающаяся во всех отношениях он еще и один из главных сторонников израиля в британской общественно-политической жизни и скажем совсем недавно то есть там где-то недели две о была его очень яркая речь в совете по правам человеку он где была очередная антисемитская антиизраильская но я простите не делаю разницы я думаю со мной согласитесь антисемитская резолюция кемп тогда просто назвал совет по правам человека пособниками террористов и речь его так и называлась я обвиняю и заявил что кровь израильтян да и тех же арабов на руках совет по правам человеку он но там его не особенно услышали потому что они думаю так это все знают но кемпу большое спасибо то что он постоянно эту тему поднимает и на стороне израиля то есть на стороне сахал на стороне массат на стороне сил добра не без суть пафосная формулировка но я в этом уверен кемп выступает исправно и он давно уже много пишет и опять выступает говоря о том что голланы должны быть израильскими прежде всего с военной точки зрения он очень подробно мотивирует и объясняет это и теперь когда вот этого он добился по крайней мере в соединенных штатах увы на его родине в британии там по-прежнему упираются и не желают ни посольство переносить не голланы признавать но это их проблема не полковника кемпа но вот теперь полковник занят тем чтобы объяснить и в данном случае американскому сообществу которое его слушает американцам разумным что иудеи самаре ну прежде всего с военной точки зрения ему она ближе их тоже надо признавать израильскими потому как любая потеря контроля над этими землями будет означать ну естественно опасность военную какую угодно для израиля и таким образом как это было с голландами так с этими исторически израильскими областями вопрос нужно решать поэтому кемп тоже я считаю выступил блестяще и его речь пусть она была и вне еще раз повторяю основной части но она была украшением всего этого мероприятия а если вспомнить что только что так уж немного отвлекаясь от америки бывший мэр лондона кен ливингстон который был связан видимо с раз с разведкой социалисты все такое проще он недалеко вчера выступил вполне в духе оруэлла да помним незнание это сила война это мир но вот ливингстон заявил что ненавидеть евреев живущих в израиле это не антисемитизм то есть левые они конечно сходят с ума уже совершенно не контролируемо и поэтому присутствие таких людей как полковник кемп на мероприятиях подобных айпек но это конечно же очень важно и надеюсь что как в случае с голландами так и в случае с иудеи самарии он будет услышан ну и вот наверное такие мои основные впечатления от этой конференции если сергей что-то добавит с чем-то согласиться или нет с удовольствием передам слово ему ну во первых я хочу напомнить телефон в студии 847 400 5200 если у вас есть вопросы к вам пожалуйста звоните задавайте а во вторых что касается конференции айпек и я сначала как бы очень расстроился огорчился возмутился по поводу того что практически все кандидаты от демократической партии в президент сша отказались принимать участие в этой конференции а потом подумал но зачем на этой конференции нужны сумасшедшие и вот я мысленно перебираю в уме у всех кандидатов и прихожу вы же они действительно сумасшедшие они просто сумасшедшие что камала хэрис что элизабет уоррен что барни сэндерс кори букер бета урок в общем они действительно не в себе и я как-то тоже успокоился и думал ну и слава богу что их там не было давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире добрый день я хотел напомнить интересное событие которые мы прожили и пережили когда убили тогда этого примера который отдал голланды что сказала его личка вы не помните никто нет израиля вы убили совесть израиля интересно если эту совесть израиля так что такое настоящая совесть политическая совесть тех людей которые сегодня готовы вот так же по кусочкам совесть его раздать весь израиль я таких вещей не понимаю может вы мне объясните что это вообще за свой сброс боюсь что я не понимаю как можно действительно отдавать свои территории да еще не получая ничего взамен если раньше еще были какие-то иллюзии что программа земли в обмен на мир хотя и значит ну именно иллюзия но они по-моему очень быстро развеялись и мой например любимый премьер это исхак шамир в истории израиля который еще в конце 90-х по моему да в одном из интервью сказал что я может я ошибался в жизни и будучи премьером тоже что-то делал не так но я не отдал не миллиметра израильской земли этим я буду гордиться вот для меня это действительно образец израильского политика для меня в этом месте мы остановимся сделаем небольшую паузу после чего вернемся обязательно продолжим